Дом на холме К счастью, желание удивить и с размахом потратить деньги далеко не вся интрига этой истории. Дворец торжественных ритуалов и обрядов – одно из самых оригинальных сооружений эпохи модернизма. Ничего подобного в СССР не было ни до, ни после него. В нем необычно все. Форма, содержание, название, личность архитектора. Даже год окончания строительства 1984 выглядит не как совпадение, а как насмешка. Развитой социализм, в котором сбылись многие предсказания Джорджа Оруэлла, был не лучшим временем для творческих экспериментов. А тут автор буквально оторвался по полной, не чувствуя ни границ, ни запретов. Есть разные мнения по поводу того, как родилась идея проекта. Говорят, например, что первый секретарь ЦК Компартии Грузии Эдуард Шаварнадзе хотел что-то эдакое для своего детища – праздника Тбилисоба. Массовые гуляния и торжества по случаю Дня урожая – это одно. Совсем другое – идея, застывшая в камне. Даже спустя века она будет напоминать о мудром руководителе и покровителе искусства. Задуманное партруководством оставалось лишь воплотить архитектору Виктору Джорбенадзе. Правда, исследователь его творчества и преподаватель технического университета Тбилиси Давид Бастанашвили уверен, главным было слово автора, придавшего в том числе и смысл элементам композиции. Башни и боковые скругления – ничто иное, как символы начала новой жизни и мужского плодородия. Этот проект он сделал как бы независимо, как фантазию. Сначала не было ни конкретного места, где это можно было построить, ни конкретного заказа. Он просто сделал вот такой эскиз. И вот все так сошло, что во главе государства оказался именно тот человек, главный архитектор. Оказался вот этот человек. Для Бутси все кончилось очень удачно. За время своей карьеры Виктор Джорбенадзе проектировал в разных городах Советского Союза. Но только Грузия и в частности Тбилиси были тем местом, где он как настоящий художник творил. Здесь впервые обозначился его интерес к ритуальным сооружениям. Самое раннее из них до сих пор стоит на Кукийском кладбище. Он ритуальщиком хорошим был. Он даже говорил, что привезите камень. Он в Сам Тависи, это знаменитая грузинская церковь, недалеко от Тбилиси. И там эти надгробные камни очень красивые. Он хотел взять этот камень, чтобы поставить на его могилу. Здесь же в Грузии сформировался стиль, который сделал работать Джорбенадзе узнаваемыми. Неординарный случай, наверное, в истории советской архитектуры, когда один архитектор строит большой дворец бракосочетаний. У нас есть музей Илья Чавчавадзе, комплекс Мухат-Гверди. И вот эти три здания, очень такие яркие здания, очень индивидуальные. Комплекс зданий нового Тбилисского кладбища Мухат-Гверди и музей Ильи Чавчавадзе в городке Кварели были построены в 70-е годы. Виктор Джорбенадзе к тому времени имел уже немалый опыт работы с некрополями и мемориалами. Но именно эти послужили поводом для шуточного прозвища архитектора – Джорбюзье. Отчасти его подтвердил и новый, более масштабный проект. Дворец торжественных ритуалов и обрядов не раз сравнивали с церковью Нотр-Дам-Дю-О во французском Раншане. Это поздний Лекорбюзье. Впрочем, для близких и друзей Виктор Джорбенадзе всегда был просто Буца. Смысл этого слова трудно переводим на русский, но ключом к его пониманию могут стать человеческие качества нашего героя. Его характер, его общительность, он был как бы взрослым ребенком, как некоторые его коллеги его называли. А еще Джорбенадзе был душой богемной тусовки. Дружил с Сергеем Параджановым. Его рассказы об истории и архитектуре Грузии стали обязательно частью программы для европейских звезд, бывавших в Тбилиси. Несмотря на застой в советской экономике, первая половина 80-х в Грузии была, можно сказать, периодом культурного ренессанса. На республиканской киностудии работали Сергей Параджанов, Эльдар Шенгилая снимал свое эпохальное покаяние Тенгиза Буладзе. На всю страну гремели спектакли Роберта Стуруа и театры имени Шатару Ставеля. Зодчие тоже хотели сказать свое веское слово. И Виктор Джорбенадзе сделал это в присущем ему стиле и вкусе. Если внешний вид дворца мужской – начало и плодородие, то внутренний план здания – это мир женщины. Так говорил и сам автор. Известно, что его мать всю жизнь работала гинекологом. Не оттуда ли интерес к строению человека? Здесь же нашлось место и национальным мотивам. Главный зал украшает конструкцию, напоминающую крышу традиционного грузинского жилища – Дарбази. Как грузинский архитектор интерпретировал Корбузе? Со своими витражами добавил тему грузинского Дарбази. Вот это потолок, который он делал из металла, а идея из дерева. Он был хорошим, очень хорошим знатоком грузинской исторической архитектуры. Планировка дворца сложная и в чем-то даже запутанная. Логика расположения помещений словно таинство, доступное только посвященным. Вот только во что? В анатомию или в религию? Сам Джарбинадзе настаивал на том, чтобы его детище называли собором. Наряду с большими расходами, которых требовал проект, такая позиция могла легко спровоцировать запретительные рефлексы московского начальства. Но Шаварнадзе не зря впоследствии возглавил МИД СССР. Его дипломатия творила чудеса в самых безнадежных ситуациях. Не увидеть сходства с культовым сооружением мог только слепой. Витражи, декоративные металлические изделия, фрески, колокола. Руководителю ЦК Компартии Грузии только и оставалось воскликнуть. А что, люди любят церкви. И как ни странно, подействовало. Видимо, это был тот редкий случай, когда расхожий советский лозунг «Всё для блага человека, всё во имя человека» приобрёл вес и смысл. Дворец торжественных ритуалов и обрядов открывали с участием первых лиц республики и нескольких новобрачных пар. Была среди них со своим женихом и певица Тамара Гверцидели, восходящая звезда советской эстрады. По тем временам получился мощнейший пиар. Но даже благодаря ему сооружение не стало популярным. Сюда не побежали толпы влюблённых узаконивать отношения. Люди то ли недопоняли что-то, то ли сознательно не приняли гибрид храма, дворца бракосочетаний и зала торжеств. Одно объяснение может быть, что застолье и церковь, оно уже создавало вот эту торжественность. А это бракосочетание, я уже тут спекулирую, может это воспринималось как что-то государственное. И это было бы как бы желание не общаться с государством. С другими церемониями и обрядами ситуация была не лучше. Да из чего бы, не в члены же КПСС здесь принимать, и не в комсомол. Из политически значимых событий эти стены помнят разве что приём в честь премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в 1986 году. Из гламурных – свадьбу Иоанна Гиллана, солиста группы «Ди Пёпл». Ветеран рок-сцены придумал фишку устраивать церемонию бракосочетания со своей подругой в городах, которые ему особенно понравились. А тут ещё такой дворец. В Тбилиси у музыкантов как раз был концерт. А потом наступило время непубличности. Дворец выкупил известный бизнесмен и соратник Бориса Березовского Бадри Патркацышвили, сделавший его своей резиденцией. Массивный забор – красноречивое свидетельство того, что теперь сюда разрешён вход не каждому. Любопытно, что свою роль вновь сыграл Эдуард Шварнадзе. Он в те годы вернулся из Москвы в республику и уже в качестве президента независимой Грузии дал зелёный свет приватизации. В конце 80-х Виктор Джербинадзе вместе с архитектором Шатака Влашвили участвовал в конкурсе на проект нового национального собора. Но их во многом модернистская идея храма всех религий не смогла переломить традиционные вкусы жюри. В итоге последняя работа мастера осталась только в виде чертежей. Когда я говорю о Джербинадзе, я всегда хочу подчеркнуть роль личности. Архитектор – это человек, который сам себе сверхзадачу ставит. Они просто слушают общественность и пытаются дать общественности, что от него ожидают. Сам архитектор является двигателем культурного процесса. Джербинадзе – пример архитектора, который не то, что просто из-за политической конъюнктуры был удачным, а потому что у него характер настоящего художника. В 90-е годы архитектор окончательно отошел от дел, больше занимался своей коллекцией. Он собрал немало предметов и артефактов, на основе которых был создан музей интерьеров 19 века. Правда, о нем остались лишь упоминания и ссылка на улицу, где раньше жил сам Виктор Джербинадзе и который теперь носит его имя. Увы, ничего похожего по указанному адресу найти не удалось. Его похоронили на кладбище Мухатгверде, где все еще доживает свой век водонапорная башня, ритуальный зал бывшей крематории. Все то, что поставило грузинского зодчего вровень со всемирно известным Карбюзье. А дворец торжественных ритуалов и обрядов, как видите, по сей день в прекрасной форме. Пережил многое и многих, в том числе нового владельца. Могила Бадри Патаркацешвили теперь-то на территории дворцового парка. У его наследников было желание вернуть зданию и помещением первоначальный смысл. В 2016 году здесь опять стали проводить брачные церемонии. Правда, потом дело заглохло. Телефоны компании, которая предлагала эту услугу, сегодня можно найти на странице в Фейсбуке. Они молчат, но выход, точнее вход во дворец, все равно найдется. За 110 лари один из московских экскурсионных сервисов устраивает туры за охраняемое КПП и даже внутрь здания. Государство не признает его памятником. А вот заслуживает оно внимания или нет за такие-то деньги, решать вам. Я лишь предлагаю одну из точек для обзора тыльной части здания. Субтитры создавал DimaTorzok На сегодня все. Продолжение рассказа о грузинском модернизме будет скоро. А пока подписывайтесь на наш канал, ставьте оценку видео и делитесь им с другими. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok